Выходные не повод для отдыха. В правительстве края очередное совещание. На повестке итоговый отчет Министерства сельского хозяйства. Хотелось бы похвастаться, да нечем. По итогам прошлого года сельскохозяйственные предприятия Забайкалья понесли больше потерь, нежели увеличили прибыль. По предварительной оценке Забайкала Трайстата в 2019 году объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 21,7 миллиардов рублей. По этому показателю мы занимаем четвертое место среди регионов ДВФО, уступая лишь Амурской области, Приморскому краю, Республике Саха-Якутия. В целом из-за последствий засухи и пожаров мы в 2019 году снизили объемы производства продукции сельского хозяйства на 1,6 миллиардов рублей. При этом значительное снижение произошло в отрасли растеневодства, которая произвела продукцию меньше, чем в прошлом году почти на 1 миллиард рублей. 84,5% к уровню 2019 года. В животновстве также произошло снижение, но оно небольшое, 94,6%. Более подробнее ситуацию сложившейся в отрасли мы рассмотрим далее. Пожары прошлого года нанесли значительный урон сельскому хозяйству. Только в 13 районах края ущерб превысил 800 миллионов рублей. Сумма колоссальная. Представители министерства уверяют, средства были потрачены на ликвидацию последствий. Пострадавшее хозяйство обеспечили кормами также была произведена работа по очистке стоянок и утилизации погибших животных. Для восстановления 359 объектов инфраструктуры потребовался чрезвычайно короткий срок – три месяца. Не обошли стороной забайкальцев, потерявших имущество жителям, успевшим застраховать собственность, была оказана материальная поддержка. Одним из важных и приоритетных направлений для забайкальского края является молочное скотоводство. Исторически молочным животноводством занимались в забайкальском крае те муниципальные районы, которые расположены недалеко от крупных городов. Объемы производства товарного молока в 90-м году составляли 135 тысяч тонн в этих районах. В 2019 году мы производим всего 11 тысяч тонн товарного молока. В настоящее время забайкальцы потребляют 90% ввозимой молочной продукции. И это при том, что молоко на полках супермаркетов – продукт переработанный. Заполнить магазины товаром местного производства на данный момент невозможно. Не хватает ресурсов. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, необходимо строительство нескольких молочных комплексов. Также требуется открытие дополнительных ферм для развития животноводства. До обыстрения ситуации по коронавирусу у наших китайских бизнесменов был инвестиционный запрос на поставку живого по голове скота. Мы продолжим работу после наступления благоприятной эпидемиологической обстановки. Вспышка ящера и, как следствие, массовая гибель домашних животных. В некоторых районах края вероятность заражения скота до сих пор высока. Специалисты ветеринарной службы в течение всего прошлого года активно занимались данным вопросом. Было исследовано более 34 тысяч голов скота. В буферной зоне края удалось значительно снизить циркуляцию вируса. Как итог, успешно проделанные работы в конце 2019 года были сняты ограничения с Борзинского и Краснокаменского районов. В планах службы провести идентификацию, вернее, довести показатели идентификации до 85%, укрепление материально-технической базы и аккредитовать две лаборатории, это окружная и краевая, для исследования на неструктурные белки к вирусу ящера, что облегчит работу наших сельхозтоваропроизводителей. Юлия Сидельникова, Ника Новак, Евгений Погорелый, ЗАПТВ.